Привет, друзья! Привет, привет! С вами Михаил и я. И мы сегодня будем вместе делать новинку, пробовать вернее новинку, делать маску. Для лица эта маска глиняная и в ее состав входит зеленая глина, репейный корень, белая крапива. И сейчас, пока мы будем ее наносить, я вам расскажу, что они делают эти чудесные компоненты. Давайте рассмотрим баночку. Привычная нам форма, как в серии Optimus все баночки. Так, белой крышечкой. Пленочка, я ее убираю. И вот такая вот зелененькая красивая маска. Будем делать вместе, потому что мы часто делаем масочки вместе и заодно будет виден результат. И будем использовать на одной половинке лица. Миша, тебе сделаем вот тут. Ты не против? Как сказать? А мне вот тут. То есть будем как половинки друг друга. Так вот смотрите, как наносить правильную маску. Надо сначала очистить полностью кожу вашим любимым средством, пенкой или молочком, а потом желательно лопаточкой, а можно пальчиками. Да, Миша сейчас вот этим средством умывался. Это мужской на VH. Ну это гель-скраб. А я умывалась своим. Тоже не буду доставать на VH. Так вот, берем лопаточку и на чистое лицо. То есть я вот так по чуть-чуть буду доставать. Сухую кожу. Да. Сухую кожу. Я достала немножечко. Смотрите, баночку поставила. На руку перенесу. И чтобы распределять сразу ровно по лицу, я вот так по чуть-чуть буду брать лопаточкой. Не поднимай голову, а то я не увижу. Какой-то он высокий. И вот я наношу на половинку. Мне нравится больше лопаточкой наносить. Хотя я могу и пальчиком запросто это сделать. Нет, нет, не жмурься. Не подходи к глазам. А я к глазам не схожу. Так, нанесла. Смотрите, конечно, эта маска лучше всего подойдет для тех, как у кожи жирная. Потому что вот эти вот компоненты, которые я перечислила, они все способствуют тому, чтобы нормализовать баланс вот это выделение кожного жира, успокоить кожу, чтобы она стала чистая, очистить поры, сузить их. Конечно, у кого кожа жирная, для вас это будет прямо вот, ну, прям вот красота, красота. Смотрите, что еще очень важно. Вот когда масочку нанесли. Так, Миша, только далеко не убегаю. Сейчас объясню, почему все вот там ходили. Дальше у него борода, поэтому носить не буду. Сейчас я смотрю. Смотрите, что важно. Когда масочку нанесли, глина, она подсыхает. Очень важно следить, чтобы маска не высохла. Я себе тоже беру кучку масочки и себе тоже ношу, чтобы маска не высохла. Потому что если маска высохнет, то значит и кожа начинает у вас высушиваться под маской, а этого допускать никак нельзя. Потому что пересушивание кожи, ребят, это еще хуже, чем если она у вас блестит, например, от жира. Ой, кто там, Миша, покажи, кто у нас там. Тоже хочет маску. Это у меня на подбородке жирок здесь частенько бывает. Ой, мне даже не хватило маски. Смотрите, у меня нет бороды, у меня расход маски больше. Мне больше кожи. Нет, смотри, у меня какой толстый слой тоже. Так, и вот она как в серединке. А у меня вот, я чувствую, сейчас начинается жара, и у меня жирнится вот эта вот Т-зона, поэтому я рада этой маске. И вообще всегда новинку приятно попробовать, как она будет в деле. Мы сейчас с вами прощаемся буквально на 5-10 минут. Посмотрим, как у нас маска будет лежать. И потом вернемся и расскажем наши ощущения. А, кстати, если вы хотите маску подержать чуть подольше, но она сохнет, то можно просто сбрызгивать ее водой из обычного распылителя. Все, до встречи. Гоу про, стоп видео. Итак, мы снова с вами. Прошло 10 минут. Порядка 15, да? Даже больше. Маска не высохла. У тебя как? Нет. И у меня нет. То есть это очень хорошо. А, кстати, хоть мне мазать, хулиган. Какие у тебя ощущения? Давай ты первый. Никаких. А у меня есть легкое покалывание какое. Я вот прям чувствую. Обычно, когда есть активные компоненты, какие-то там усиливаются кровообращение и так далее, вот я это прям чувствую. Не жжение, а просто легенькое такое покалывание. Не, маска ощущается на лице как влажное что-то есть и, в принципе, ничего никакого больше. Те же неожиданно было то, что она не высохла. А, кстати, когда мы пошли делать маску, то есть уже вышли, и я говорю, смотри, чтобы не пересохла. Миша выходит к дочке и говорит, а она не сохнет. Пекок не сохнет. А я ее сегодня сделала. Уже сделала первую эту маску, даже не заметила, кстати, и она у нее не высохла. Смотрите, я взяла немного воды, тепленькую губку нашу специальную. И я есть, сейчас сниму у Миши маску, потом у себя. Ну, ты можешь себе сними, а я с метками. Нет. Терпи. Будем с тобой как в салоне, красоты. Ухаживать, холить и лелеять. Маска легко снимается. Так тебе оставить или до конца смыть? Тогда я себе так оставлю. Слушай, я с усов, наверное, не смогу смыть. Он оттуда залезал. То есть маску снять достаточно просто, но лучше использовать специальные губки, спонжики, чтобы вообще быстро и легко это сделать. А потом остатки уже просто водой ополоснуть из-под крана, и тогда будет полный кайф. Ну что, все, можно смотреть. Подходи ближе к зеркалу. Повернись. Ну да, даже вот так видно сразу. Тут поры вон какие огромные, а тут их нет совсем. Иди посмотри вот сам поближе. Прям прикольно. Видишь? Смотрите. И кожа, видишь, какая светлая стала. А вот тут, кстати, твоя гигантская пора. Да, забилась. У него почему-то одна пора такая большая в этом месте. Да, разница видна. Сейчас я тоже снимаю. И посмотрим, какой неразбит. Хотя до этого я полностью очистил лицо. Ну, видишь, какая глубокая очистка все-таки идет. От этой маски хорошая. Такие привляки. А вообще прикольно все делать вместе. Прям всей семьей. Особенно если дома сидите на карантине, так вообще можно прям веселиться. Разные маски делать. Ой, мы когда делали маску-пленку черную. Вообще такая была ржака. Потому что она реально очень смешная эта маска. С ней можно классные фотосессии, кстати, сделать. Для фильмов ужасов. Для фильмов ужасов. Для фильмов ужасов. Для фильмов ужасов. Слушай, у тебя теперь одна половинка светлая, а другая такая. Тебе сделать маску на вторую половинку? Ну, сейчас после видео. Конечно. Смотри на меня. Есть. Есть. Тоже в размере корок. При том, что я регулярно делаю маски и скраб. Если Миша его не поймает, чтобы с ним вместе маску сделать, то я-то их делаю постоянно. Мне маски очень нравится делать. Угу. Да, сейчас я смою. Ой. Спачкалась мне. Класс. Ребят, мы рекомендуем масочку. Попробуйте. Во-первых, она и очень доступная. Не помню, сколько она стоит. Что-то в пределах трехсот рублей. Во-вторых, она очень приятная. У нее состав классный. И для кожи. То есть, я сейчас вот ее смыла. У тебя есть ощущение стянутости? Нет. Двести восемьдесят девять по каталогу. То есть, а со скидкой двадцать процентов еще выгоднее получите. Класс. Мы рекомендуем. Идем так отмечать. Мы рекомендуем. До новых встреч. GoPro. Стоп видео.